Прогнозные показчики по особенности той минимум, на какие повинна выйти экономика региона в наступном годе. При этом, все я разумеюсь, в 2017-м будет вельменья простым. Шмат будет залежить от внешних факторов, а ли и на местах придется працовать больше напруженно, чем все это. В наступном годе колькость основных показчиков, яке доводится до в области, к рыху изнизится. А ли это не значит, что для реализации задач спотребится меньше намаганев. Причем, яки все это, головный показчик – в головы региональный продукт, по яким можно мерковать об огульной ситуации в экономице. ВРП – это основной показатель, валовый региональный продукт, который должен обеспечить рост не менее чем 101,3%. Это создание новых рабочих мест за счет, в том числе, развития малого бизнеса, потому что в небольших районах нужно инициировать создание в первую очередь небольших предприятий за счет малого и среднего бизнеса. Это, конечно, безусловно, сокращение затрат для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках и развивать экспорт. Мы страна экспортоориентированная, есть и остаемся. Это основные направления, над которыми нам необходимо будет работать. Кончатковые вынники этого года будут подведены позднее, але уже зараз можно сказать, что большая показчика в гомельской области выканная, причем многое сиуэлита залежит от приватного сектора, який по некоторых позициях может быть прикладом и для державных предприемств. Той же экспорт товаров тут на третий борт летошника, горш становящий на гомельщине, за экспортом послуг, в выннику скорочения поставок российской сыровины, могут носить одного из основных экспортеров предприемства «Транснафтопродукт» недозагружены, как и Мазевского нафтоперепроцовщего завода. Поставки с нефтяным сырьем для МНПЗ, безусловно, мы рассчитываем, что этот вопрос в самые ближайшие дни решится, поэтому и область получит толчок, и мы сможем рассчитывать на более высокие результаты. Есть одна сфера, на которую в наступном году будет звернута больше пильная увага, мясо-молочное предприемство. На российские рынки у раннейших объемах мают намер вернуться перепроцовщики с Рогачевой и Калинкевичем, для того же становящие рынки повинны принести проведенная модернизация голены. В этом году построено и введено ряд новых молочно-товарных ферм, поэтому мы рассчитываем, и здесь они будут поступательно наращивать объемы и выходить не только на традиционный рынок России, но и на рынки дальней дуги Азии и Ближнего Востока. Поэтому и здесь тоже. Ну и на все остальные предприятия нашего промышленного комплекса. Считаем, что должно уже выйти из сложной ситуации и на траекторию роста Белорусский металлургический завод, ну и весь наш промышленный комплекс тоже должен двигаться вперед, закрепляя то, что смогли достичь в этом году. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телерадо, компания Гомель.